Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Алекса на канале Мастер Закона Притяжения. Я очень рада видеть вас сегодня здесь. В этом видео мы поговорим на, казалось бы, такую банальную тему, как любовь к себе. Одна моя подписчица написала мне о своей проблеме и попросила совета. Кстати, если у вас есть проблемы и вы хотите узнать мое мнение по этому поводу, какой-то, может быть, совет, который вам поможет, обязательно пишите мне об этом здесь, в комментариях, либо на фейсбуке в моей группе Мастер Закона Притяжения. Я постараюсь каждый вопрос рассмотреть и ответить. Просто я не могу сразу на все вопросы отвечать, поэтому это немножко будет длиться, пока я на все вопросы отвечу. Итак, вот ее сообщение. Я, конечно же, не называю никаких имен. Это абсолютно дискрет, как говорят в Германии. Проблема в том, что стресс я заедаю и резко поправляюсь. Хотя толстой не являюсь, все же лишний вес чувствую. Верю в метафизические процессы, поэтому даже когда болею, мысленно прощу прощение всех, кого могла обидеть и анализирую. Вопрос мой в том, как догадаться, что мне нужно на самом деле, и не вступать в конфликт с собственным телом и душой. Кризис мой заключается в том, что в личной жизни неполадки встречаются люди, которые меня травмируют морально, и нет человека, который просто искренне любил. И это я компенсирую едой. Наверное, девушка хочет не банального, избитого ответа в духе позитивного мышления, полюби себя саму, какой ты есть, толсто, не толсто, и страшно, не страшно, и все люди тебя будут любить, люди к тебе потянутся. Я, мне кажется, я несколько более глубокий человек, чтобы давать такие советы, и мой бы канал, наверное, не отличался от других таких каналов, да, про позитивное мышление. И я скажу, я скажу все как есть, потому что я искренне с вами и честна, и расскажу тоже мою историю, так как у меня тоже были такие периоды, когда я не очень была довольна своей внешностью. Но прежде всего я вам скажу, что не нужно себя пытаться уговорить, полюбить себя такой, какая ты есть, потому что смысла в этом нет. Это ложь. Если вы смотрите на себя в зеркало, и вы себе не нравитесь, это значит, что вы себе не нравитесь, что что-то есть в вашем теле, что вас не удовлетворяет, и не нужно это пытаться полюбить, нужно это попытаться исправить, нужно попытаться это улучшить. А то вы превратитесь в этих американских толстых женщин, которые манифестируют свою любовь к телу, неважно, как она выглядит, 100-200 кг она показывает себя в белье и говорит о том, что она все же сексуальна, а главное, как ты сам себя чувствуешь. Но когда человек смотрит на эту женщину, он испытывает отвращение. И также окружающие люди, они прекрасно замечают ваши недостатки, действительно. Дело в том, что даже если есть человек полный, или не очень красивый, мягко даже сказано, но если он обладает какими-то другими, очень выраженными, очень классными, очень такими необычными качествами, или имеет какие-то таланты, то, конечно же, его внешность, его полнота, например, Адель, да, певица Адель, это полная женщина, которая, если смыть косметику, она будет просто толстой американкой. Но она обладает этими талантами, она поет как богиня, у нее такой классный голос, что ты смотришь на нее, ну да, видишь, ну толстая тетка, но тем не менее, ты просто покорен, ты покорен ей. И только тогда ты можешь снивелировать свою внешность, когда ты сможешь окружающих настолько поразить своими талантами, или своей, допустим, жизнерадостностью, или своей любовью. Вот есть такие люди, которые не смотрят на тебя, и у них просто любовь из класса, ты ощущаешь себя любимым, хорошим, ты тянешься к нему, и тебе не важно, как он или она выглядит. Но если у тебя такого нет, если ты обычный человек, ничем не выделяющийся, средний человек, то люди замечают все недостатки, погрешности твоей внешности, и если брать мужчин, то они это очень фиксируют, потому что это у них на подсознательном уровне. Они отмечают, что женщина дисгармонична, они отмечают дисгармонию, потому что мужчины любят гармоничных женщин, чтобы была гармония в лице, чтобы была гармония в теле. Даже если вы не высокая девушка, но у вас длинные ноги, относительно к вашему росту, то мужчина это заметит, и это очень нравится. Если же вы высокая девушка, но у вас короткие ноги, мужчины это замечают, и у них на подкорке такое, она мать моих детей, вот что-то не то, что-то не так, и он к тебе не так тянется, как к женщине, в которой все гармонично. И тогда, да, у тебя меньше внимания, тогда мужчины не хотят с тобой серьезных отношений, если ты не обладаешь чем-то таким чрезвычайно ярким в твоем характере или какими-то талантами. И что касается меня, я всегда была уверена в себе, я всегда любила себя, благодаря также моей ситуации в семье, меня любили, но тем не менее, я была всегда недовольна одной вещью в своей внешности, когда я смотрела на себя в зеркало, я была недовольна своим носом, мой нос был откровенно широким. И несмотря на то, что мне многие говорили, да он такой милый, твой носик, да он подходит к твоему лицу, у тебя лицо не маленькое, вот, все равно я была недовольна этим носом, вот он мне все портил. И я имела поклонников, у меня были отношения, все нормально, я вышла замуж с этим носом, но тем не менее, он мне не нравился, и я себя чувствовала не очень уверена с этим носом, если честно. И сейчас у меня есть знакомая, у которой тоже такой нос широкий, и когда я на нее смотрю, я смотрю только на этот нос, потому что он посередине лица, и на него только и смотрят. И я это изменила, я сделала операцию, и мне сделали нос, который мне нравится больше сейчас, чем прежний нос. И я не преувеличиваю, что я вышла совсем на другой уровень, на другую волну своей жизни. У меня стали совсем другие мужчины появляться, у меня стали хотеть другие мужчины любить, но действительно стало лучше, потому что я стала гармоничнее, и возможно, мой характер даже стал более гармоничный. И если я себе не нравлюсь, я работаю над собой, я хожу в фитнес-студию, я хожу, я занимаюсь сыроедением, потому что я знаю, если я заброшу сыроедение, я не буду себе нравиться, потому что у меня такой усталый вид, но сейчас у меня тоже усталый вид, потому что я наконец-таки избавилась от своей аллергии на веки, но они еще так отходят, поэтому я не крашусь, а у меня гипоаллергенная тушь, и глаза немножко выглядят уставше, и я сегодня очень мало спала, поэтому вот такие красненькие глазки, но тем не менее, если я долго не сыроедела, я смотрю в зеркало, я вижу результат, я себе не нравюсь, я не выгляжу такой свежей, я не выгляжу такой потянутой, но именно вот лицо, и я начинаю работать над собой, и да, когда я тяжело работаю над своей внешностью, потом я смотрю на себя в зеркало, после недели сыроедения, смотрю на себя и думаю, вот сейчас я себе очень нравлюсь, вообще супер, отлично, тогда у меня такое чувство удовлетворения, и я знаю, что если я себе нравлюсь в зеркале, это значит, что я нравлюсь другим, если я себе не нравлюсь в зеркале, то я другим тоже не нравлюсь, потому что окружающие замечают все, они замечают, что у вас лишние морщины появились, мужчины замечают это, они замечают, что у вас не свежий вид, они замечают, что у вас широкий нос, что у вас короткие ноги, поэтому нужно как-то окружающим все-таки давать такую картинку себя более улучшенной. Если у вас короткие ноги, одевайте туфли на каблуках. Мне нужно, например, сыроедение, потому что не на сыроедении я выгляжу уставшей, это мне нужно. Девочки, которые не очень симпатичны на лицо и уже ничего не справишь, даже там кали губы, не кали, и им нужно краситься, смотреть бьюти-блогеров и украшать себя косметикой. Если вы хотите, чтобы вас любили окружающие, и вы не какая-то талантливая, которая своим талантом всех с ног вообще сбивает, не важно, как она выглядит, то вам нужно иметь внешность, которая бы располагала к вам других людей, особенно мужчин, и это очень важно. Поэтому, ну, не знаю, ответила ли я на твой вопрос, но постарайся подумать, что тебе в себе нужно исправить, чтобы твой внешний вид улучшился, и ты будешь замечать совсем другое отношение людей, мальчиков, мужчин к тебе. И будет меньше людей, которые хотят тебя травмировать, будет меньше людей, которые тебя не замечают, а может быть и появится человек, который тебя будет любить, потому что внешность — это очень важно. И опять же поправка, да? Если вы какая-то необычная, то можно и на внешность не обращать такого внимания, но если вы обычный человек, то постарайтесь быть приятной своему окружению при помощи своего внешнего вида. А если вам понравилось видео, ставим пальцы вверх, комментируем, подписываемся на мой канал, в мою группу на фейсбуке, и ждём следующего видео, которое будет очень-очень скоро. Пока! Пока!